Часть жителей Бердска хочет платить за тепло по факту потребления, а не по одной двенадцатой. Об этом говорится в письме на имя временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова. Обсуждение письма вызвало горячие споры на сессии горсовета. За происходившим наблюдали мои коллеги. Вполне резонно платить только за те услуги, которые потребитель реально получает. Поэтому в желании некоторых бердчан платить за тепло не ежемесячно по одной двенадцатой от годового потребления, а по факту нет ничего необычного. Из такой логики исходили бердские депутаты, предложившие обратиться к главе региона с просьбой изменить порядок оплаты за тепло. Текст этого обращения и обсуждали на очередной сессии городского совета. В любом случае, на сегодня, когда оплатеж осуществляется по факту, то контролировать эти показания и этот факт гораздо проще, чем если будет по одной двенадцатой в конце года перерасчет. По законодательству решение по платежам может принимать субъект. Этот субъект, в общем-то, и принял такое решение по всем муниципальным образованиям. Хотя можно это решение было принять выборочно, а не по всем муниципальным образованиям. Поэтому мы предлагаем повторно обратиться уже к исполняющему обязанности, который не подписывал данного решения, и исключить город Бердск из этой схемы 1.12. Впрочем, прийти к единому мнению по вопросу не получилось. Нашлись депутаты, которые полагают, что и 1.12 всех устраивает. Вот мне понравилась фраза. Ружевказное постановление вызывает у жителей нашего города большое негодование, возмущение. Из общения с представителями домов своего округа, мне в 14, возмущение я ни у кого не услышал. Не надо такие громкие фразы. Первое. Второе. По поводу платы неполучаемой услуги летом, уважаемые, летом мы будем оплачивать ту услугу, которую получили зимой. Как бы сам собой родился некий компромисс обратиться к губернатору НАДО, но лишь за разрешением для берчан самим определять себе форму оплаты ЖКУ. Именно с такой позиции выступил глава города Евгений Шестернин. Есть вещи, которые технические, которые имеют разную значимость для каждого проживающего человека. Ну, разные. И вот если бы выйти законодательно о том, что не городами, не муниципальными образованиями принимать решения, а собственники жилых домов сами в своих собраниях приняли решение. Но это уже законодательная инициатива. И есть законодательная власть, есть исполнительная. Обращение к клюву губернатора – это исполнительная структура власти. Давайте подготовим вопрос, объясним его, проанализируем и выйдем с законодательной инициативой. В итоге 9 человек проголосовали за текст обращения, 9 против и 10 воздержались. Таким образом, обращение к губернатору так и не состоялось. Продолжение следует... Продолжение следует...